Тема комбинация Клоки и МВД. Клока это маскирующее устройство, которое делает ваш корабль невидимым, однако снижает его максимальную скорость. И захват цели, скорость прицеливания. А МВД многократно увеличивает скорость корабля, но и его сигнатуру, что позволяет противнику быстрее взять в прицел ваш корабль. Но это не проблема, когда вы невидимы благодаря Клоки. Ловко используя оба эти устройства, вы можете быть неуловимы. В буквальном смысле. Немного о механике варп-режима. Кораблю нужно набрать 75-80% от своей максимальной скорости, чтобы совершить варп-прыжок. Вернемся к Клоке. При обычных условиях активированная Клока не позволит совершить варп-прыжок. Даже если вы ее активировали, набрали нужную скорость, а потом понадеетесь быстро отключить и сразу перейти в варп-режим, у вас ничего не получится, так как Клоке же пока активировано снижает максимальную скорость корабля. И тут на помощь приходит МВД. Итак, теперь о том, что же нужно делать. После выхода из врат, с другой стороны, ваш корабль одну минуту не виден. Вы оглядываетесь и видите, что группа опасных и злых ребят висят на воротах. Они готовы порвать любую добычу. А ваша посудина не успеет набрать нужной скорости для перехода в варп-режим, реже чем будет заскрамлена и превращена в решеток. Вам нужно быстро встать в разгон на следующую цель, например ворота и тут же нажимаете Клоку и МВД. МВД сразу отключается и ждете, пока он почти закончится. Когда у него останется 10%, отключаете Клоку и спамите в варп. Ваш корабль практически сразу набирает 75% скорости и делает прыжок. Субтитры сделал DimaTorzok После усиленных, долгих и изнурительных тренировок, плюс после точных расчетов, когда именно нужно отключать клоку, а также досконально прочувствовав свой корабль, в том числе, учтя скорость реакции противника, я не обещаю, что на самой простой клоке у вас это будет получаться. Быстрые ноги пизюлей не боятся. Всего хорошего!